Всем привет! В новом еженедельном выпуске Инвейдера мы расскажем, на каком самолете мы скоро полетим в космос, какую поймаем аэротакси-маршрутку, как роботы будут охранять наш дом по ночам и о многом другом. Продолжает расти конкуренция на рынке аэротакси. На этот раз немецкая компания Lilium продемонстрировала свою новую разработку. 7-местное летающее электротакси, которое должно стать частью городского транспортного сервиса к 2025 году. Модернизированная модель сможет перевозить до 7 пассажиров, развивая скорость около 280 км в час на высоте 3 км, а дальность полета на одном заряде составит порядка 250 км. Эти показатели несколько уступают предыдущему, более легкому концепту, рассчитанному на пятерых пассажиров, однако компания довольна результатами, называя свой 7-местник кульминацией пятилетней работы. Lilium – одна из многих компаний, обещавших революцию в сфере воздушных перевозок на протяжении уже нескольких лет. Однако все планы терпели крах и только сейчас мы подходим к моменту, когда конструкторы могут показать реальные результаты работы. Совсем скоро окажемся в будущем, где аэротакси станут обыденностью. И чем же заняться на автономной летающей машине? Конечно же, строить и развивать свое королевство в игре «Викинги». Здесь ты буквально переносишься в ранние средневековья и чувствуешь себя настоящим викингом, готовым отправиться покорять новые земли, таинственный мир Хельхейма и строить свою цивилизацию. В игре вы можете найти себе союзников, присоединившись к мощному клану. А если вы прирожденный лидер, то здесь у вас будет возможность создать свой собственный клан и повести за собой целое войско. И к самым приятным новостям. Викинги всегда славились своими конкурсами для новых игроков. Гарантируем, что в этом месяце призы вам очень понравятся. Условия предельно просты. Чтобы получить шанс выиграть iPad Pro, нужно быть одним из тех, кто дойдет минимум до 15 уровня дворца до конца апреля. А вот iPhone 12 Pro разыгрывается среди тех ярлов, которым удастся дойти до максимального уровня дворца до конца апреля среди остальных участников. Вот лишь малая часть счастливых обладателей призов. Стань одним из них уже в этом месяце. Качайте викингов именно по ссылке в описании или используйте вот этот QR-код, чтобы скачать игру и начать участие в конкурсе. Станьте героями захватывающих событий в мире викингов! Владелец компании Virgin, бизнесмен Ричард Брэнсон представил новый самолет для космического туризма. Модель под названием Spaceship 3 VSS Imagine способна совершать суборбитальные полеты, то есть поднимать пассажиров по баллистической траектории на высоту примерно сотни километров. При этом аппарат не достигает первой космической скорости, позволяющей выводить на орбиту искусственные спутники. Помимо внешней эстетики, важной особенностью дизайна является то, что снаружи самолет практически полностью покрыт светоотражающим материалом, который по замыслу должен помочь аппарату более комфортно преодолевать слои земной атмосферы и отражать нарастающий жар от солнца. Еще одним важным отличительным качеством нового космического самолета является его практичность. По заверениям конструкторов, при создании Spaceship 3 им удалось значительно упростить обслуживание, а также данная модель гораздо легче в производстве, что позволит в сравнительно короткое время построить достаточное количество самолетов, чтобы достичь цели в несколько сотен полетов в год. Первые тестовые полеты нового гражданского космического корабля от Virgin состоятся уже этим летом. Известный своими роботами бренд Moorbot собирается выпустить на рынок полезного мини-робота патрульного под названием Scout. Компактный девайс внешне напоминает игрушечную машинку, однако на деле оснащен высокотехнологичными колесами Илона, разработанными шведским ученым Бенгтом Илоном. На окружности каждого колеса закреплены крутящиеся ролики под углом 45 градусов, что позволяет аппарату двигаться в абсолютно любом направлении. В начале работы пользователь сможет вручную запрограммировать определенный маршрут, которому робот будет следовать, тем самым охраняя спокойный сон своих хозяев. Ловкий Scout не только снабжен подключенной к Wi-Fi камерой, микрофоном, а также режимом ночного видения, но и продвинутой системой сенсоров движения. Робот будет объезжать препятствия и самостоятельно проверять подозрительные передвижения объекта в пространстве. При этом, по словам авторов, сможет отличать непрошенных гостей от домашних животных. Заряда батареи такому милому сторожу хватит на 2,5 часа беспрерывной работы, после чего робот автоматически будет находить док-станцию и подзаряжаться. Такой охранник обойдется примерно в две сотни долларов. Новичок на рынке электрокаров, калифорнийский автопроизводитель Humble Motors представил первый в мире кроссовер OneSoft, способный работать на солнечной энергии. Внешний вид – это не только эффектный футуристический дизайн. Крыша автомобиля покрыта солнечными панелями, позволяющими преодолевать дистанцию от 16 до 96 километров только за счет энергии солнца. А на полном заряде батареи компактный четырехместный электрокар сможет проехать без остановки около 800 километров. При этом вес машины на целых 348 килограмм меньше, чем у конкурента из Тесла. И хотя творение Humble явно не предназначено для жесткого бездорожья, любителей прокатиться с ветерком приятно удивит внушительная цифра в 1020 лошадиных сил, что делает данную модель очень привлекательным вариантом для тех, у кого есть лишние 109 тысяч долларов. Вслед за марсоходом Perseverance поверхность Красной планеты предстоит изучить первому в истории межпланетных исследований беспилотному вертолету, получившему имя Ingenuity. Небольшой летательный аппарат проделал большой путь в сложенном состоянии, в связи с чем процесс подготовки и распаковки занял целую неделю. Вначале марсоход расположит своего летающего напарника на импровизированной взлетной площадке размером 10 метров, специально выбранной специалистами как наиболее безопасной для взлета. Затем ученые поднимут вертолет в воздух на 3 метра и продержат так около 30 секунд, чтобы удостовериться в правильности работы всех систем. И если все пойдет по плану, то вертолет проведет в полетах над поверхностью Марса около одного земного месяца. Первый полет ориентировочно произойдет уже 8 апреля. Ученые-биологи из Калифорнии создали генетически модифицированные помидоры, чьи листья благодаря вмешательству человека стали способны производить флуоресцентные протеины, создавая своеобразный эффект свечения. В случае засухи, атаки насекомых или болезни, растения подают сигналы о помощи через три разных цвета. Фермеры, в свою очередь, смогут получать доступ к этой информации через онлайн-приложение и своевременно реагировать на возникшую проблему. В данный момент компания тестирует свои говорящие помидоры на полях Калифорнии, одновременно разрабатывая подобное и для других культур. А на этом все и до встречи на следующей неделе! Субтитры создавал DimaTorzok